Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами «Бизнес-завтрак» и Роман Дусенко в программе, посвященной управлению эффективностью людьми, и здесь сейчас у меня в гостях Рустам Елдашев, Рустам, доброе утро. Да, привет. Мы прямо сейчас с тобой начали с того, что поправили в твоем титульном описании слово с генерального директора компании «Новиния» на логистическую семью «Новиния». Вот мне кажется, это прекрасный показатель того, о чем, собственно говоря, сегодня будет речь. Расскажи, почему ты это вот так же… Ну, во-первых, когда мы создавали компанию «Новиния», как-то хотелось чем-то отличаться. И вообще-то на Западе уже давно в логистике, поскольку в логистике много семейных компаний, там используется термин «фэмилии», и как бы это привычно. У нас это немножко непривычно. Семья «Новиния» как-то. Да, семья. Жена у тебя есть там. Нет, никого нет. Ни детей, ни… В общем-то, базовая история была такая, что мы хотели родить в компании и культивировать чувство доверия. Ну вот, и поэтому семья, есть такая ассоциация, семья, доверие, некая надёжность, да, какие-то отношения более близкие, чем просто в бизнесе, вот. И начали как-то вот это продвигать. Надо сказать, что не все приняли. И когда мы даже табличку вешали первый раз, вроде бы все поговорили, да, семья продвигаем, но я прихожу в офис, там, через какое-то время смотрю, там, логистический холдинг, да, я так просто спрашиваю, а слушайте, мы же договорились вроде с семьей. Что семья, да. Ой, сейчас нас будут проверять, там проверяющие органы нас накажут и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, пришлось заново перезапускать и разговаривать об этом. Ну, давайте, раз договорились, давайте делать. Ну, в общем-то, вот таким образом. Итого, базово, в общем-то, когда мы этот термин как бы обсуждали, базовая история – это доверие. Отлично, мне кажется, доверие – это такая фундаментальная вообще вещь. Я сейчас делаю несколько проектов по ценностям, ну, и вот, например, в администрации Ленинградской области у нас тоже одна из ценностей возникает доверие, это очень важно, мне кажется. Но ещё важнее, когда люди понимают, как сказать, призвание или даже предназначение своего труда. Вот, например, для них было очень классно услышать, что для них служение Родине, служение Отчизне – это вот, на мой взгляд, ты знаешь, мне прямо до глубины сердца это очень порадовало. Но мы с тобой познакомились, там, сколько лет, 10 назад, наверное, уже получается, в 11-м, нет, 7-8 лет назад. В 11-м году мы вместе учились в Сколково. Но как-то так получилось, что ни на одну из тусовок общих, там, ни на Крузенштерн, ни в Эверест мы с тобой не попали, хотя с 6-й, с 5-й Ембы мы часто были, а реально вот, ну, так, перезванивались, общались, а вот год назад твой звонок о том, что ты решил в своей компании, в семье создать некий прообраз такой, знаешь, как бы корпоративно-культурного кодекса, но меня на самом деле очень прям порадовал. И вот этот вот твой приход к этому пониманию, что тебе это нужно, оно, откуда взялся, кстати, можешь, а, это у тебя и кофе, и вода, да? Да, у тебя водички или кофе? Я думал, что это мой стакан у тебя стоит. Вот. Откуда взялась вот эта потребность внутренняя, что тебе это нужно? Ну, в общем-то, здесь, наверное, надо так порассуждать на эту тему, и это сразу не далось, да? На самом деле даже у нас была некая попытка, такая интуитивная, до звонка тебе, ещё года за два этой темой позаниматься, ну, это как-то пришло на уровне интуиции, но не поехало, не зашло никому. Вот, и где-то года полтора назад, когда мы, как бы, начали рассуждать, что такое компания, и представили себе автомобиль, да? В нём едят три пассажира. Первый пассажир – это акционер, второй пассажир – это клиент, и третий пассажир – это сотрудники компании. Вот все едут, и, в принципе, надо понимать, что в каком-то смысле автомобиль должен удовлетворять всех, да, и акционеров, которые хотят получать дивиденды, сотрудников, которые хотят развиваться, получать зарплату бонуса, и клиенты, которые хотят, конечно, получать хороший сервис и за справедливую цену. И они же могут выйти. Да, при этом, что пассажиры, там, сотрудники, в лице сотрудников в любой момент может выйти, клиент вообще может соскочить в любой момент, да, а акционер, вот он сел в машину, да, он её не может поменять. Он её завёл, создал, да? Завёл, он назвал её победой или беда, неважно, да, как-то назвал, и едет, да, и в какой-то момент он понимает, что она, в принципе, не очень-то и едет, да, сначала первые там 10 минут она ехала нормально, ну, я образно… Потом чих-пых. А потом чих-пых, и скорость уже как-то не та. Что он начинает делать? Он начинает капот открывать, да, и смотреть, как устроен двигатель. А там хаос. А там, ну, в принципе, если говорить о том, что люди составляют компанию, это, в принципе, двигатель компании, да. И когда люди работают, не всегда люди, в большинстве случаев идеала нет, да. И ты начинаешь думать, в чём же проблемы, какие здесь есть сложности и так далее, и так далее, и во всё это погружаться и разбирать по косточкам всю эту историю. И как результат, первая базовая тема, это, в принципе, состоит в том, что вообще о чём человек думает и какая у него система ценностей. Ну, в моё, почему-то, убеждение, потому что я родился ещё в советское время, что человек человеку друг, брат и так далее, и так далее. И система ценностей более-менее, ну, у всех приблизительно она похожа. Ну, по идее, да, должно быть так. Хорошо, что такое плохо, папа, расскажи мне, Маяковский, все это мы всё помним, да. Но когда ты начинаешь погружаться в детали, понимаешь, что на самом-то деле колоссальные различия есть, да. Почему? Да, ну, просто люди, у каждого свой опыт, у каждого своя история и так далее, и так далее. И, естественно, ценности могут в значительной степени различаться, да. И когда ты открыл двигатель и понимаешь, что ценности вот так вот, во-первых, первое, что никто об этом не говорит в компании, да. Первое, давайте определим, что для нас является ценным, вот для всех, да. Потому что ценности – это равно примерно что-то такое на уровне религии, да, для общества и так далее. Вот для компании ценности – это примерно равно религии. Корпоративная религия, да. Ты не можешь, например, если человек верит в одну религию, да, переубедить его перейти в другую, это крайне тяжело. И поэтому надо просто понять, а какая религия у нас, да, вот доминирует, да, а что хотят акционеры? А могут быть негативные ценности доминировать? Конечно. Ну, значит, я не назвал бы их ценностями, да, я бы назвал их токсичностью, некой токсичностью, на которой не приносят, во-первых, пользы, да, но ещё действуют разрушающие. Вот. И с этим тоже надо разобраться. И поэтому, ну, как-то вот, когда приходишь к этому, начинаешь осознавать, что надо, ну, как-то вот принять для всех одну базу, что все сотрудники, как бы, принимали единые ценности, да. Это и будет платформой, когда дальше можно о чём-то дальше говорить, да. Поэтому мой-то звонок был, заключался в том, чтобы помочь нам вот как раз в этой базовой стартовой истории. Вот смотри, ты уже год примерно в этом пути. Что ты для себя, вот как менялось ли, трансформировалось ли твоё представление об этой цели? Как о цели нет. Я в неё очень сильно верю, во-первых. Во-вторых, я понял, что мне стало гораздо легче жить. Серьёзно? Да, ну, реально, потому что мы начали с людьми разговаривать, да, разговаривать на тему ценностей. Мы начали как-то вот, ну, эти темы обсуждать, да, и в конце концов я понимаю те решения, которые я принимаю быстро, да, потому что ценности, они ещё дают, как бы, такую вот возможность принимать быстрое решение. Лёгкость. Лёгкость, да, в принятии решения. И ты понимаешь, что если твои сотрудники в этой системе координат принимают те или иные решения… Да, так же, тот же вектор, да, то тогда тебе становится легче, ты как бы, у тебя снимается такой груз боязни, может быть, страха, что человек может принять не то решение, да, которое потом откликнется на компанию. Какие самые, вот, я часто использую, что ты свои ценности из общих, вот, какие для тебя самые любимые? Ну, для меня мы их не назвали внутри нас, как бы, ценностями, не прописали, да, но они всё равно линкуются с теми ценностями, которые мы приняли. Для меня очень важна прозрачность, да, для меня важна… Честность, да? Честность, прозрачность. Честность, да? Да, для меня важна команда, да, вот, именно команда… Команда, слушай, семья, да? Я имею в виду, что своё личное мы ставим немножко ниже, чем команда, да? А может, привезти какой-нибудь пример? Вот, следование ценностям и не следование ценностям, и как бы, что в результате происходило? Как пример, ну, наверное, он не очень симпатичный будет, да, были истории, когда, ну, наши сотрудники подделывали подписи, да, но это не совсем, мне кажется, не честно, да, они чем-то это аргументировали и так далее, и так далее, но мы пришли к этому, как бы, когда мы ценности обсудили, и, в общем-то, мы говорим, задаём вопрос, можем мы так поступать или нет, да, ну, у сотрудников, как бы, есть такое понимание, подсечёт, да, ну, в общем-то, нельзя, да, и постепенно, как бы, уже начинают переключаться в ту историю, что надо те вещи, о которых мы договорились, их соблюдать. А в позитиве, вот какое-нибудь такое решение, которое принято на своей ценности, и оно реально дало правильный результат? Я могу сказать сейчас, длящаяся история, у нас есть один из руководителей, вот вчера я с ним разговаривал, и он мне сказал, вот, благодаря вот этому проекту ценности, да, при том, что, когда мы начинали, он был ярой критикой этого, и ты её знаешь, вот, она вчера мне сказала, что за год я изменилась, я сама вижу, что я поменялась, да, моё отношение к ряду вещей поменялось, вот, я стала более активной, даже занялась спортом, что удивительно, да, поэтому я просто вижу, как человек меняется. Слушай, я как раз хотел спросить, вот, когда ты запускаешь эти проблемы, ну, вряд ли тебя там все встречают, вернее, не проблем, проекты, оговорился, именно, когда ты запускаешь такой проект мощный, который затрагивает всех, который фактически меняет компанию, ведь вряд ли все с аплодисментами тебя встречали. Были ли те, кто-то приходит и говорит, слушай, ну, давай прекратим, давай не будем, давай не будем этого делать? Надо сказать, что это не зависит от проекта. В принципе, человек к изменениям не очень-то готов. Конечно, да. Поэтому любой проект, он встречает базовое сопротивление. Поэтому, когда мы говорим вот об этом проекте, здесь надо сказать, что в целом, ну, большинство, я имею в виду и акционеров, и топов, как бы, ну, в большинстве приняли позитивно, да. Плюс, ты сыграл очень на такой, на позитивной волне все. Наверное, люди были, которые не очень-то верили, да, но, по всей видимости, они побоялись мне это в лоб сказать, в лицо, да. Ну, могу сказать, что единственный человек, который сказал это, ну, он сказал это просто на собрании, случайно, видимо, обронив это. Но вот как раз она сейчас и меняется, на самом деле. Она сказала, что да, реально, ну, как-то вот я замечаю даже в себе вот эти позитивные вещи. Тогда попробуем схлопнуться. Вот о чём я хотел сказать. Компания – это машина. В ней три пассажира – собственник, клиент и человек. Сотрудник компании. Под капотом самый главный наш актив, ну, как бы, люди, да. И заглянув туда, ты понял, что все разные, и нужно что-то, чтобы, как бы, ну, создало некие правила движения внутри этого, то есть, чтобы цилиндр работал, бензин поступал, масло, как бы, текло там, да. И ты, по сути, поставил себя на место не просто собственника, а на место HR-директора, директора по человеческому капиталу. Вот это осознание, что твоя роль не столько, вернее, и столько, как и бизнесмен, может быть, я не знаю, она у тебя, я предполагаю, что доли примерно одинаковые. Вот понимание того, что управление людьми и вообще люди для тебя являются главной твоей функцией, как ты к ней пришёл, и насколько сейчас ты ей занимаешься, и что ты рекомендовал бы тем предпринимателям, которые сейчас смотрят нас по всей стране, но ещё не понимают, они думают, что HR – это кто-то приходящий, который должен что-то сделать с людьми. Вообще, это такая длинная, у меня будет длинная ответ. Отлично. Да, во-первых, я хочу сказать, что моё убеждение, любой руководитель – это HR, откуда оно родилось? То есть, в своё время, когда мне было 19-20 лет, я жил в Ташкенте, и у меня был как бы знакомый офицер, который летал в Афганистан всё время, сам он откуда-то с Урала был, и вот он тетрадку как-то забыл у нас дома, я открыл её, он танковое училище, что ли, заканчивал, не помню уже, и лекция его. – Командир – это воспитатель, прежде всего, да, для меня армия – это, прежде всего, приказы, да, там, вот… – Служба, от забора дозавра, и так далее, но когда я прочитал, что командир – это воспитатель, у меня немножко вот в сознании где-то что-то щёлкнуло, да, и я для себя всегда принимал в жизни, что руководитель – это, прежде всего, воспитатель, да, потом я работал в таможне в советское время, и у нас был прекрасный руководитель, он, прежде всего, был воспитатель, который учил, рассказывал и так далее, и так далее. Поэтому у меня вот эти два примера, которые как бы отложились у меня и дали вот это движение вперёд. И, в принципе, я понимаю, что руководитель – это, прежде всего, HR. Вот я посчитал недавно, сколько времени у меня на HR уходит, все мероприятия, которые я… встречи, совещания, ля-ля-ля, 70% – это HR-вопросы, 30% – это работа с клиентом, бизнес, ну, такой внешний уже. Я хочу сбалансировать на самом деле… Можно ли делегировать на твоём уровне это кому-то? Наверное… Или нужно ли? Наверное, да, но я ещё не пришёл к этому сам, да, я хочу как бы эту тему HR-а, ну, как бы сам драйвить, сам вести, и даже в своё время у нас был какой-то митинг наш внутренний, и мы, когда обсуждали вопросы, что есть проблемы с HR-блоком и так далее, ряд руководителей сказал, давайте наймём HR, он все вопросы закроет, да. Ну, это противоречило моему убеждению, что, прежде всего, сам руководитель должен быть драйвером, да. HR, если мы его рассматриваем, это больше помощник такой, да, консультант, там, и так далее, и так далее. Но пока мы ещё как бы движемся в этом направлении, и я, ну, в рамках, по крайней мере, нашей компании вижу, что всю эту функцию должны нести руководители, прежде всего, да. Может быть, со временем, когда люди как бы уже там наберут своего опыта, это будет чуть меньше занимать времени, но, тем не менее, пока я вижу так. И поэтому я согласен с тем, что главный HR в компании – это руководитель, прежде всего. Особенно в компаниях, ну, вот, где человеческий фактор, где люди занимают, ну, от людей, ну, зависит, в принципе, там, качество твоего бизнеса, да. Мы все работаем в Красном океане, да, где люди рубятся саблями, кругом кровь, отрубленные головы, руки и так далее, и так далее, мы не можем вырваться пока в Голубой океан, ну, отрасль такая, да. И чем мы соревнуемся? Мы соревнуемся, прежде всего, культурой компании, сервисом, какие у тебя люди. Если этим не заниматься, конечно, ты в Красном океане погибнешь. И более того, если ты хочешь переместиться в Голубой океан, тебе все равно нужны идеи, зачастую, которые генерятся в том числе от людей, да. И чем в этом смысле команда у тебя, ну, более, скажем так, подготовленная, направленная на это и так далее, она дает возможность двигаться и в сторону Голубого океана. Поэтому, ну, по крайней мере, в нашем сервисном бизнесе, да, мы занимаемся сервисом, да, люди – это основополагающая история. И, конечно, ею не заниматься, а дать какому-то HR-у, в моем представлении это… Отдать руль бизнеса. Да. С другой стороны, если мы вернемся к образу автомобиля, ты загоняешь на техосмотр автомобиль, да. Я, например, капот не открывал там, за всю жизнь капот открывал физически, ну, раз 10, да, потому что автомобили сегодня, ну, совершенные, да. Компании в этом смысле абсолютно несовершенные. В любой компании есть резервы, которые нужно видеть, которые нужно развивать и двигаться. Вот. Но базово, повторю, ценности, это является платформой, скажем так. Вот для меня это платформа. Давай попробуем из того, что ты сказал, сделать несколько практических инструментов для подобного рода компаний или вообще для руководителей, как ты. Ведь компании немного лет, там, около пяти всего, то есть ты еще помнишь, вот начало самое, да. Четыре с копейками. Четыре с копейками, да. То есть вот еще от… Сколько вот в самом начале было, там, пять, десять, пятнадцать человек, там. По-моему, около двадцати. Да, двадцать человек, а сейчас сто. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят, ого, ничего себе, рост какой, восемь раз. Да, восемь раз. Получается, что вот нас смотрят с тобой предприниматели, у которых может быть там магазин, там небольшая компания, чуть больше. Вот сейчас то, что ты сказал, давай превратим в такие консультационные… Представь, что ты консультант для руководителей подобного рода, помогающий им включить в себе желание начать обращать внимание на этот вопрос. Что нужно сделать? Раз, два, три, там, может быть, главных действий. Ну, я бы начал с того, что… Ну, опять, я, когда эти рассуждения вёл, да, я вёл, прежде всего, как акционер, да, почему машина не едет, да. И вот я бы посоветовал любому руководителю, ну, вот, компании а-ля как наша, подумать, если автомобиль начинает как-то ехать в холосток, ну, как бы подтормаживать, да, или не оправдывать те ожидания тебя как акционера, как собственника, да, начать задавать вопрос «почему?», да. Вот, и, ну, есть знаменитое «пять раз почему?», «задай». Пять «уай», да. Да, и пять раз, и тогда ты придёшь к какому-то ответу. Вот, и самое главное – убрать предубеждённость, да. У нас очень много, как у людей, есть такие заложенные уже стандарты ответов, да, которые как бы заложены, и ты как компьютер сам начинаешь, даже не думая, уже у тебя готовый ответ. – Шаблонизирован, да. – Да, у тебя уже готовый ответ. Ну, как пример, человек эволюционно боится змею, потому что в нём заложена эта эволюция, да. И многие руководители, ну, мне вот скоро там 54 года, даже 30-летние, к сожалению, подвержены тому, что у них есть шаблоны, предубеждённость. А, к людям, к ситуации и так далее. То есть, посмотреть на ситуацию объективно, да, без предубеждения. И желательно, если всё-таки такого не получается достигнуть, возможно, пригласить какого-то, если есть партнёр с партнёром, да, попытаться услышать его голос. Почему машина не едет? Если нет партнёра, позвать стороннее лицо. Какого-то, я не знаю, просто знакомого, который был бы заинтересован объективно дать ответ. – Ответ. – Да. И тогда вот, если объективно начинаешь сам себе отвечать, находить ответы, ты поймёшь там плюс-минус, где у тебя барахлит, да, в какой области, либо тормоза, либо рулевая колонка, либо масло не то заливаешь. Вот. И понимая уже вот эти проблемы, начинаешь как бы думать, а как их поправить, да. Вот, наверное, я бы сказал о том, что непредубеждённость, да, объективный взгляд. Потому что ты, как собственник, должен отойти от компании, да, и посмотреть на компанию издалека, да, и увидеть те проблемы, как бы, при том, что я, например, как собственник, там, последние полтора года рулю компанией, и мне тяжело объективно иногда давать ответы, да, хотя я стараюсь это. Но, тем не менее, и во мне заложено кучу уже готовых ответов, да, которые мешают на самом деле, зашоренность вот эта, она мешает тебе посмотреть на компанию со стороны, посмотреть на двигатель, что там барахлит и так далее. Поэтому ключевая история, повторюсь уже 300 раз, это непредубеждённость. Вот. А дальше, ещё раз, начинаешь копать логика, логика, она к тебе приводит. Супер. Чуть-чуть ниже спустимся. Ты, ну или любой другой собственник, руководитель. Один в поле Нью-Вэн, возникает первый круг людей, это топ-команда. Какова роль топ-команды? Как ты вообще видишь себе топ-команду? Что ты ей делегируешь? Что ты ждёшь от неё? И бывает ли разочарование или наоборот какие-то всплески, вдохновение? Ну, вообще топ-команда, это, ну, ключевая тоже базовая история, ну, во-первых, надо задуматься, кто в топ-команде. То есть, здесь вопрос, там был вопрос, почему, а здесь вопрос, кто. Кто, да, раз. И вопрос ещё у нас, вот наша история была такой, что сколько подчинённых у тебя в топ, да? Зачастую бывает, что у первого лица там 15-20 человек прямых подчинённых. Это много, да? Ну, 5-7, это вот, мне кажется, наиболее оптимально. Вот. И когда ты определил количество, да, для этого иногда надо и поменять структуру компании. Вот в нашем случае так и произошло, что мы структуру даже поменяли, чтобы у первого лица было там поменьше подчинённых прямых. А второй-то кто, да? И вот здесь такая долгая история, вот опять мы возвращаемся к ценностям, да? Какие ценности у человека и как правильно построить отношения. И здесь я бы, ну, что мы применяем, по крайней мере, стараемся сейчас это делать. Что мы ждём от руководителя? Я должен сказать, что я жду от руководителя, это нужно прописать, да? И в ответ как бы желательно получить от этого человека, что он ждёт от компании, да? Это хорошая практика на самом деле. Вот есть книжка, откуда это я взял, да? Из книжки, как она называется, про то, как спорят акционеры, как они ругаются, да? Американский автор, история этой книги такова, что его жена была акционером и был конфликт акционеров. Он пошёл в этот конфликт как третье а-ля независимое лицо, ему удалось разрулить эту историю, и потом он создал агентство, которое приходило… Да, разрулило споры акционеров, и он сделал анализ, почему они возникают. И как ни не удивительно, большинство случаев спорных возникает просто по мелочам. Например, человек не может приходить к девяти на работу в силу своих физиологических привычек, вот он может к одиннадцати, да? Но другие, например, ждут, что он к девяти. По умолчанию, никто не говорил это, но по умолчанию ждут. То есть, это психологический контракт некий такой внутри. Да, например, да. Потом смотрят, он приходит к одиннадцати. И это начинает их раздражать. Начинает раздражать, это перерастает в некий пожар, конфликт и так далее, и так далее. Таких примеров, когда отец и сын, отец передавал управление компанией, это, по-моему, в Шотландии, рыбной компании, сыну, но не рассказал какую-то историю, короткую историю, которая была с компанией. Сын об этом не знал, но отец думал, что он знает. Сын начинает принимать решения, отец крайне остается недоволен, между ними возникает конфликт, вплоть там, ты мне не сын и прочее. И вот автор этой книги приходит туда как фасилитатор, начинает разбираться и понимает, что просто отец не рассказал маленькую историю. Ключевая. Ключевая, да, для того, чтобы сын принимал те решения. Как типа ценности какой-то, да. И в итоге, ну, как бы фасилитатор рассказал об этом, всё, вопрос снят. Поэтому, когда ты говоришь о том, что команда, топ-команда, на самом деле очень важно проговорить, кто что хочет друг от друга на уровне топов. На уровне собеседования ты принимаешь такую практику? Я стараюсь максимально долго разговаривать с людьми, ну, насколько это возможно, понять человека, но, к сожалению, если брать мою практику, конечно, я в этом… А сейчас от всех топов у тебя есть такие листочки? Мы, по крайней мере, устно каждый раз проговариваем. Сейчас я хочу это… Зафиксировать. Но самое удивительное, когда я начал писать в отношении одного человека, да, почему-то у меня вот… Я хотел там пол листочка исписать, да, ну, идея была. Два написал пункта, а дальше почему-то у меня стоп. Я сейчас задумался об этом. Ну, то есть, это тоже непростая история, вот это упражнение, да, что ты ждёшь от человека. Это такая, ну, в общем-то, требующая какого-то усилия умственного, да, формирования вот этих желаний. Просто написать, что ты должен выполнить там показатели, да, или там, я не знаю, ходить на работу с девяти… Ну, это банальные вещи, да, а вот так неформально, да, что ты ждёшь какие-то такие вещи, чтобы не попадаться, что как с историей с рыбной компанией, или с историей, когда человек приходит к одиннадцати. На самом деле, если говорить про историю, когда человек приходит к одиннадцати, у нас был в прошлой компании именно на этой почве-то конфликт. Я сейчас вспоминаю, там в далёкие нулевые года, когда нам пришлось с человеком расстаться… Просто из-за непонимания. Да. Недопонимания. Да, недопонимания. Причём, когда мы начали этот разговор, ну, я начал почему-то к одиннадцати, ответ был такой, что, ты знаешь, я здесь акционер, на меня работают люди. Вот такая фраза, которая меня немножко… Одна имеет право на жизнь, да, но с другой стороны, мы все в тот момент, как мне казалось… Были командой. Да, договорились работать, что называется, не покладая рук. Вот быть примером для всех остальных. И вдруг человек начал формулировать фразы по-другому. Классно. Вопрос. В западной литературе я часто встречаю разные исследования о довольстве или недовольстве сотрудников своими руководителями. И в целом цифра зашкаливает, там 60-70% сотрудников недовольны своими руководителями. Как ты считаешь, если спросить топ-команду, и опять же в приложении к ценностям, насколько они довольны тобой как руководителям? И ещё следующее, как ты думаешь, насколько сотрудники в целом довольны топ-командой? Мы проводили это исследование. В целом, надо сказать, у нас там оценки средние, чуть выше средних. То есть сотрудники больше довольны, чем недовольны. Поэтому я пока ещё глубоко не погружался в такой детальный анализ. Но что мне понравилось, что в одном из подразделений сотрудники поставили своему руководителю, причём рядовые сотрудники поставили максимальные оценки, насколько это возможно, а средние поставили троечки с минусом. И когда мы говорим о том, что сотрудники все довольны, мне немножко это напоминает Северную Корею, когда выборы 99% голосуют за тебя. Здесь довольство и недовольство, мне кажется, должна быть какая-то взвешенная такая история. Мы проводим эту работу, но сейчас поделиться деталями о том, почему люди недовольны или почему они довольны, к сожалению, у меня ещё не дошли руки до этого исследования нашего внутреннего. Так бы я, конечно, с удовольствием поделился. При том, что понятно, что есть и недовольные люди, которые критически недовольны всегда и, возможно, токсичные. Почему? Потому что сейчас у нас, например, в нашем случае в компании идут такие массовые изменения, ряд проектов запущено по ценностям, по сервису и так далее. По обучению у нас очень массово идёт такая... Почему ты вкладываешь в людей? Ну, история с двигателем. Возвращаемся к... Ведь это же большие ресурсы. То есть, серьёзно, с точки зрения компаний, это очень дорого. Почему ты не сказал, вот почитайте книжки, идите по-саморазвивайтесь? Можно это делать и таким образом, конечно. В идеале было бы хорошо сказать, иди почитай книжку и приходи и расскажи мне. Ну, не работает просто это так на практике. Или работает не со всеми. Есть люди, которые реально хотят развиваться. И вот если брать собеседование, например, сколько я проводил собеседования. Первое. Чего ты хочешь, собственно говоря, от жизни? Я хочу развиваться. Ля-ля-ля. Ну, хорошо. Что ты... Сколько времени тратишь? Ну, и история понятна, что люди, ну, как бы заявляют, делают декларации, хотят развиваться. Но, к сожалению, 80% оставляют на уровне декларации. У нас была практика, там, ещё в прошлые годы, в нулевые, опять я возвращаюсь к этой практике, когда люди хотели вот почему-то массово изучать английский язык. Ну, мы платили деньги за это, нанимали преподавателя. Группа стартовала, там, 30 человек, через месяц было 15, а ещё через месяц к финишу приходил один или два, да. И задаёшь человеку вопрос, который покинул, да, дистанцию. Собственно, ты же говорил, что ты хочешь развиваться. Вот тебе корова, пожалуйста, на твои молока, да. Ну, он говорит, нет времени. Нет времени. Слушай, мне очень понравился случай, вот ты мне рассказывал про нет времени, про то, как твой коллега-триатлонист вернулся и складывал велосипед в багажник такси, да, и таксист ему сказал, я тоже очень хочу это делать. Да, 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 да. Ну, это Макс Журила, это основатели, двигатель проекта, связанный с бегом и I Love Supersport, да. Вот он приходил к нам в компанию, рассказывал эту историю, когда он ездил на велосипеде в Швейцарии, там, недельная гонка, и он с каким-то большим финансовым сотрудником компании, чуть ли не ответственным за всю Европу, Procter & Gamble, что-то такое, да, они ездили, и он с ним разговаривал и говорит, слушай, ну, как у тебя, как у финансиста, такого крупного человека, хватает времени, время для того, чтобы заниматься велоспортом. Ну, и этот англичанин говорит, что я просто на час раньше стою, и всё, и вот вопрос решён. Да, и Макс тогда рассказал, что он вернулся во Внуково, складывал велосипед, и таксист его же возраста спрашивает, это что у тебя? Макс говорит, это велосипед, вот я на гонке был, и таксист говорит, да, это мечта всей моей жизни, но времени нет, надо баранку крутить. Вот, к сожалению, да, к сожалению, вот такие истории. Скажи мне, пожалуйста, вот желание, ну, понятно, что было бы классно сказать человеку, возьми где книгу, почитай, приходи развитым уже, я тебя возьму. Вот инструмент, когда вы все вместе, командой Турманов, читаете книги, он помогает вас, как бы всколыхнуть интерес? Помогает, потому что, если есть обсуждение потом этих книг, да, мы должны читать книги и потом обсуждать, да. Как ты выбираешь книги? Случайным образом, по рекомендации, в основном по рекомендации, конечно. И вот какую последнюю книгу вы всей командой, групповой читали? Сейчас мы читаем, ещё не все дочитали, это, ну, цель, Голдрад, да? Голдрад. Голдрад, да, цель. Про завод, про узкие… Бутылочные горлышки. Бутылочные горлышки, да, то, о чём мы на самом деле дискутировали там. Рефлексия есть вот от этого? Практика? То есть, трансформируется ли книга в какие-то действия? По крайней мере, ну, сейчас вот если мы берём эту конкретную книгу, конечно, мы берём эти примеры и начинаем перекладывать на нашу компанию, понимать, как, что у нас происходит, что в этой книге, и как-то перекладывать в практику, что нам поправить. Да, и, конечно, надо сказать, что процессы, ну, логистика – это процессы, это микропроцессы, микро-какие-то вещи. И, в общем-то, у нас есть попытки сейчас, первые попытки, чтобы осознать, что, да, завод, который работает и выпускает какие-то запчасти… По сути, то же самое. По сути, то же самое, что и мы, да. Вот. И важно просто научиться перенимать опыт и перекладывать на свою жизнь. Вот. И топ-команда должна быть заряжена на это, да. Вот это очень важное тоже изменение в головах людей должно произойти, потому что люди, к сожалению, погрязшие в операционной деятельности, да, и не в состоянии поднять голову и посмотреть вокруг, в итоге становятся проблемой для всех. Скажи мне, пожалуйста, вот книга, в которой сформулированы ваши все ценности корпоративные, называется «Белая книга», эта книга как артефакт, она, ну, легла тебе на полочку и вот, и ты успокоился, или это только самое начало её издания? Да нет, книга, во-первых, я её ношу в рюкзаке, да, конечно, я её там прям каждый день не достаю, не читаю, не это, но, конечно, это для меня а-ля Библия, да, я её ношу, и вот разговариваю с людьми, особенно с новыми, да, ну, как бы это является, как бы я показываю, что ты тоже должен, как бы, её прочитать и должен, как бы, принять для себя… Не возникает ли отторжение? Вот что это, я буду какую-то книгу читать в этой компании? Ну, наверное, у кого-то возникает отторжение, ну, визуально я не видел пока, до сих пор, наверное, возможно, у кого-то возникают вопросы, и пусть возникают, да, важно, что он в итоге прочитает её, он примет это и так далее, потом надо же это всё сопроводить, как-то рассказать, почему это нужно, да, почему это важно, не просто так вот тебе захотелось какие-то вещи, там, например, что такое ответственность, да, вот, это же иногда набивает оскомину, да, одно и то же, одни и те же слова, мы говорим про ответственность, про клиентаориентированность, и так далее. Про сервис. Про сервис, это же, мы не родили эти слова, там, сегодня или вчера, да. Помните, знать и жить так, это две разные вещи. Да, это разные вещи, вот, к сожалению, о том, что есть вот этот переломный момент, да, когда ты, у тебя есть знания и реализация в жизни, да, вот это вот две кардинально большие разницы между людьми и компаниями, да, вот пример с велосипедистом или с английским языком, когда ты вроде знаешь, что тебе нужны эти знания, да, ты вроде хочешь, да, или частью знаний ты обладаешь, но дальше ты их трансформируешь в жизнь, да, ты тратишь на это время и так далее, и так далее. Опять компания должна, по крайней мере, мы для себя предоставим целью, конечно, реализации в жизнь вот этих всех вещей, и в том числе благодаря тебе, кстати, потому что действительно мы много проектов запустили, и если бы там не помощь со стороны, да, возможно, мы бы и как в какой-то момент запутались бы, остановились бы, испугались бы, ну, возможно, да. Потому что мы до этого запускали ряд проектов, да, не надо говорить о том, что ты вроде запустил, ты понимаешь, что тебе нужно, дошёл до середины, вот я на себе замечаю, увлёкся чем-то другим, потом через полгода вспоминаешь, думаешь, ё-моё, а ты же забыл вот про это. И, к сожалению, никто его не драйвит. Да, вот такое тоже бывает. Системная работа. Да. Программа осталась 2 минуты, я тебе говорил, что всё очень быстро закончится. Давай подведём итоги. Вот российский бизнес сегодня, я очень много езжу по стране, выступаю, и, к сожалению, не всегда находит понятие, что менеджмент, основанный на ценности, эффективнее, чем менеджмент, основанный на страхе увольнения. Почему ты сделал выбор именно в эту сторону, и что бы ты порекомендовал коллегам, твоим руководителям, генеральным директорам во всей нашей российской, чтобы качество бизнеса изменилось? Ну, на самом деле, любой руководитель или собственник компании, да, в конце концов, создавал компанию для того, чтобы получать в том числе дивиденды, да, ну, кроме, например, удовольствия от работы, да, дивиденды. Прибыль, да, это разумно. Поэтому, если хотите получать прибыль, простой совет, надо управлять по ценностям. Страх, палка или, там, кнут и пряник, да, это немножко прошлый век, да, и работает гораздо хуже, да, это уже проверено на нашем опыте, чем управление по ценностям. Поэтому это в том числе какая-то корыстная тоже история, да, акционеры заинтересованы, чтобы машина быстрее ехала и так далее. Это дает результаты в конце концов для всех, и для сотрудников в том числе, потому что сотрудники хотят развиваться. У нас одна из ценностей развития, поэтому мы делаем все для того, чтобы сотрудники развивались и получали тоже от этого удовольствие и свою какую-то пользу. Знаешь, было бы очень интересно посчитать рой всех твоих затрат на обучение, на ценности, и потом посмотреть, какой произошел прирост хотя бы по году с точки зрения вот дельты между тем, что было и что стало, и посмотреть действительно ли есть экономический эффект. Тогда мы уже и цифрами могли бы сказать… Да, давай через год это сделаем, я с цифрами в руках, как Жванецкий говорит. Да, придем и расскажем. Да, абсолютно. Уважаемые коллеги, смотрите, значит, чтобы вам было проще, отличная метафора Рустама, представить свой бизнес как автомобиль. Я буду рассказывать, ты мне поправляй. Есть вы, которые сели и ведете его, есть коллеги, коллеги топ-команда, которые заходят, но, к сожалению, могут и выйти. И разочарование в топах у нас тоже происходит. И клиенты, которые голосуют, как такси, садятся, в любой момент могут выйти, а есть те, которые едут долго. Чтобы машина ехала, надо вообще представить некую, знаешь, у меня сразу рождается картина, где в этом рынке огромное количество автомобилей, и ты на них смотришь как бы сверху. Кто-то вперед вырывается, кто-то едет, догоняет друг друга. Поймите по отношению к другим, где вы, или по своим внутренним ощущениям, насколько качественно едет ваш автомобиль. Загляните под капот и задайте вопрос, почему. Используйте простые техники, пять почему. Потом посмотрите на команду, которая вас окружает, и задайтесь вопрос, кто. А потом договоритесь между собой и командой, задайте вопрос, а как мы будем делать так, чтобы то, что внутри нас стало работать. И ты для себя ответ нашел, это управление по ценностям. Каждый волен делать свой выбор, но мне кажется, попробовать узнать, разобраться и поэкспериментировать, это вполне интересно, чтобы действительно корыстную цель, ради чего, собственно, создавал себе компанию, создать. Это круто. Круто. Большое тебе спасибо. И я очень рад был сегодня видеть тебя. Буквально самый последний вопрос. Скажи мне, пожалуйста, как спорт помогает тебе выигрывать в бизнесе? Спорт – это прямая корреляция с бизнесом. Потому что бизнес равно спорт. Ты тратишь усилия, время и так далее для того, чтобы достичь какой-то цель. Это все как помогает. В спорте ты не сдаешься. И вот сдаваться в бизнесе тоже ты не сдаешься. Спорт – это очень тяжелый, зачастую тяжелый труд, когда ты преодолеваешь себя физически. Я в какой-то момент начал получать наслаждение от этого и саду-мазу какой-то стал в этом смысле. Поэтому это прямая корреляция, которая тебя учит достигать цели, не сдаваться, работать в команде, слушать со стороны тренера, работать над ошибками и так далее. Это комплекс вопросов, которые тебя двигают вперед. И дисциплина в том числе и так далее. Поэтому это прямая корреляция. Спасибо тебе большое. Коллеги, никогда не сдавайтесь, двигайте вперед свои бизнесы, делайте так, чтобы нам здесь, в нашей стране, жилось лучше. И мне кажется, управление на ценностях – это все-таки более гуманно, чем управление на страхе. Повысим качество в целом управления, и мне кажется, нам всем станет от этого лучше. Большое спасибо. С вами был Роман Дусенко и Рустам Юлдашев. Бизнес-завтрак. До встречи на следующих программах. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова